Итак, всем привет, друзья! Сегодняшнее видео будет о комплексе жертвы. Я уверен, что многие тысячу раз слышали об этом, что это такое, как с этим быть. Но самое главное здесь поработать над собой и понять, что жертва ты или нет, тех или иных обстоятельств. И обстоятельства эти являются тем, что жертва, она всегда зависит от мнения других. Жертва всегда всех во всем обвиняет, то есть есть якобы вовне кто-то, кто что-то ей делает не так. И жертва всегда придумывает предпосылки для того, чтобы ничего не делать с точки зрения улучшения своей жизни. Это основные качества, на мой взгляд, основные качества человека, пребывающего в состоянии жертвы. В жертвой можно побыть в какой-то период времени, подумать, что есть некая реальность якобы вовне, которая как-то на тебя оказывает какое-то воздействие. Но потом все равно неизбежно настрадавшись придет время, когда ты начнешь понимать, что все, хватит страдать. Пришло время развиваться, пришло время взять на себя ответственность за свою жизнь. И вот когда ты эту ответственность берешь, ты поймешь одну такую вещь. Ни родители, ни муж, ни жена, ни какие-либо другие люди, ни начальники, никто в твоей жизни не виноваты вообще от слова совсем. Все, что с тобой происходит, является результатом твоих выборов в прошлом. То есть ты делала или делала определенные выборы, и они привели к тому результату, который ты сейчас имеешь. То есть все очень просто. Если у тебя есть лишний вес, значит в прошлом ты не уделял, не уделяла время себе для того, чтобы лишнего веса не было, для того, чтобы фигура была в порядке. Если у тебя проблемы с деньгами, значит ты не читал никакие книги о финансовой грамотности и не предпринимал никаких усилий. Если у тебя сыпется здоровье по полной программе, это говорит о том, что в прошлом ты делала или делал выборы, которые не вели к крепкому здоровью. Вот и все, все элементарно. Поэтому вместо того, чтобы годами прорабатывать мам, пап, заниматься вот этими вот всеми проработками, начинай прямо здесь и сейчас принимать те решения, которые приведут тебя к нужному результату. И тогда все будет хорошо, тогда все начнет получаться. И самое главное, при постановке своих целей, если они особенно долгосрочные, не надо расстраиваться, если за неделю тебе не удастся скинуть там лишних 50 килограмм. Это, во-первых, вредно, во-вторых, практически невозможно. Нужно идти постепенно и испытывать одну очень важную штуку – удовольствие от процесса. Если от процесса удовольствия нету, достичь чего-то очень-очень сложно. Всех обнял, с верой в вас, Дмитрий Шаоленевич.